Добрый вечер, уважаемые слушатели! Мы с вами сегодня собрались обсудить недельный раздел «Корр» книги Бамидбаха. Значит, ну, я, как всегда, вам демонстрирую, что речь пойдет вот о этом белом издании «Тарамецеон», которое вот у ряда слушателей есть в личном пользовании. Именно оттуда я беру перевод, именно оттуда я беру комментарий. Итак, недельный раздел «Корр» он посвящен в основном описанию того, что комментаторы обычно называют мятеж-корр. Вообще говоря, слово мятеж – это такая очень сильная отрицательная коннотация, потому что мятеж никогда не бывает удачен, иначе его называют иначе. То есть это что-то очень плохое, вредное и уничтоженное. При этом наши мудрецы говорят, что духовный уровень «Корр» был равен и даже, может быть, превышал суммарно духовный уровень «Машея Абду». Такая вот неожиданная комплементарная оценка. Ну, у этой оценки на самом деле есть определенные основания. Ну, во-первых, как мы знаем, пророк Шмуэль был прямой потомок «Корр». Как бы прямой потомок, наследник и все такое. Это момент номер один. Момент номер два. Сыновья Коррха, которые вовсе не погибли вместе с отцом, написали псалом, который вошел в Таилим. Псалом сыновей Коррха. Вообще в Таилиме, надо сказать, довольно много псалмов. Но этот псалом сыновей Коррха настолько важен, что он был выбран нашими мудрецами для чтения в Йом Шини. И вот недалее, как вчера утром в Шахаре, мы в конце молитвы читали, что «Хайом Йом Шини де Шаббат» и «В этот день левиты пели в храме псалом сыновей Коррха». И дальше этот псалом излагается. То есть всего-навсего семь псалмов из всего Таилим выбрано, и этот в том числе. Из всего этого мы делаем вывод, что… Можно я добавлю все-таки не один псалом? В книге Таилим есть много псалмов, которые для меня их пора. Да, но вот этот… Один из них выбран, но их там… Специально выбран, но их там штук 15, да. Ну где-то примерно. 12. Сколько? 12. 12? Хорошо. Не-не, даже меньше, 11 псалмов. А что, 11 – это мало? Не, не мало, нет, просто это я уточнила. Ну хорошо, не каждый исторический персонаж в еврейском народе удостоился такой чести и таких вот всех дел. Поэтому, в общем, ситуация довольно непростая. Ну, начнем. Как начинается раздел. И взял Корах сын Ицара, сына Кеата, сына Леви, и дата на Аверам сыновья Илеава, и он сын Телета, сыны Руэна, и встали перед Маше, и мужей сынов Исраэля 50 и 200. Неси им общины, призываемые в срок, мужей имени. Первый факт. Ну, во-первых, очень интересный глагол. И взял Корах. Что он взял? Вопрос. Когда, допустим, мы выходили из Египта и взял Маше посох свой в руку свою, и простер там куда-то, и что-то сделал. А что взял Корах? И здесь мы можем подумать о разном значении, о разной коннотации глагола «взял» и глагола «получи». Вот неважно, что. Коробка, бутылку с водой. Но если я взял, то важно, что это я и взял что-то. И взял ли я это с полки супермаркета, или из шкафа, или у кого-то из рук взял. Это уже 35-й вопрос, и это не обсуждается. Важно, что я взял. А вот если я получил, то я не могу сказать «я получил что-то из шкафа». Шкаф никому ничего не дает, он хранит в лучшем случае. Если я получил, то я получил от кого-то. И тогда пунктом первым выступает дающий, а пунктом вторым – принимающий. И в этом смысл глагола «получил». То есть, конечно, важно, что я получил, но важно, от кого я получил. И это самое важное. А вот когда взял, то никакого дающего нет. И я беру. И говорят наши мудрецы, что вот этот оборот – это выражение чистого, неприкрытого эгоизма. То есть, для меня важно вот захапать. Вот я взял, я взял себе мое. Я взял. Так что хотел взять кор? Значит, есть очень интересная трактовка, она мне нравится, хотя объяснить ее как-то не очень просто. Что фраза «и взял корох» означает «и взял, вот устроил мятеж». То есть, вот это вот проявление крайнего эгоизма состоит в мятеже. Это одна трактовка. Другая трактовка, очень интересная, состоит вот в чем. Обычно, нормально, простой смысл текста Пшат говорит о том, что бунт Короха – это был бунт против Маше и Аарона. Ну и дальше, собственно, вот в третьем пасуке сказано – и собрались на Маше и на Аарона, и начали им там что-то говорить. Но это одна точка зрения, а другая точка зрения, мне кажется, более интересная. Если мы внимательно посмотрим на два пасука, мы увидим, что команда Короха, вот эти самые мятежники, состояли, явно состояли из трех групп разных. И у каждой группы были свои интересы во всем этом. Первая группа состоит из одного человека – Корох, который сын Цара, сын Кеата, сын Левик. И это вот первая группа мятежников. Она состоит из одного человека. Вторая группа мятежников – Датан и Аверам, и он сын Пелета. Ну, там будет интересная история, почему он отсутствовал на заключительной стадии мятежа. Это не принципиально. Важно, что вот Датан и Аверам и он – это вторая группа мятежников, у которой какие-то свои эмоции. И, наконец, третья группа мятежников, которая выделена просто в отдельном пасуке – 250 насеим общины, мужей имени, призываемые в срок. Значит, комментатор говорит, что это очень уважаемые люди, это руководители, это главы колен, это главы сангедринов, главы судей в коленах. Ну, малых, разумеется, да, большой сангедрин общеизраильский, но в каждом месте был свой малый. То есть это все, если можно так по-современному сказать, элита общества. И у них тоже какие-то вот свои идеи, свои эмоции и свой мотив участия в этом лучшее. Так вот, интересная трактовка состоит в том, что эгоизм Короха и вот этот мятеж Короха, распря Короха – это была еще не столько распря с Мошеей и Аароном, сколько распря внутри мятежников. То есть Корох противостоял вот Датану Авераму Ону и вот тем двумстам пятидесяти. И так, между прочим, очень часто бывает в мятежах и в революциях, что сначала все делаем как бы вместе, да, а потом выделяются одни от других. И красивая такая есть фраза, аллюзия на книгу Шмот, где сказано, что Эриц Исраэль – земля, пожирающая своих детей. Так вот, революция – это такая, значит, дама, которая пожирает своих детей. То есть после мятежа революционного начинаются разборки внутри группы революционеров. И это абсолютно общий закон. И вот наши мудрецы, которые жили гораздо раньше даже в Великой Французской революции, они говорят о том, что была распря между Порохом и между всеми остальными, что соответствует общереволюционным законам. Хорошо. Теперь, что они хотят? И собрались на Моше и на Орона и сказали им, довольна вам, ведь вся община, все выделенные. И в среде их, в среде народа Израиля, находится Всевышний. И почему вы внесетесь над общиной Ашер? То есть речь идет, на первый взгляд, о полном равенстве. Я не случайно вынес в заголовок главный девиз Великой Французской революции. То есть свобода, равенство и братство. И к каждому этому тезису поставил вопросительный знак. И дальше мы это попытаемся с еврейской точки зрения объяснить. Так вот, равенство. Значит, Корох со товарищем, борцы за равноправие. И казалось бы, ну а что тут плохого? Все люди равны. У всех равные права. У всех равные обязанности. Мы строим гармоничное общество. Почему нужно какое-то выделение? А речь идет, естественно, о том, что семья Аарона – это Куанин. Я обращаю ваше внимание, что Корох из колена Леви, он Леви. Датаны Аверам и он, сын Пелета, они из колена Ревуэн, а 250 на Саим общины из всех колен Израиля. Так вот, Корох, очевидно, недоволен своей выделенностью Леви. И я обращаю ваше внимание, что это выступление является чистой воды Демагоги. Потому что перед этим, ну, так сказать, за пару месяцев до этого, за несколько месяцев до этого. Тут с датировкой есть некоторая проблема. Когда произошел мятеж Короха точно по датам, мы не очень понимаем. Важно, что это было после разведки земли Израиля по времени. Ну, когда-то произошло, важно здесь, что это произошло заведомо после истории с золотым теленком. Потому что после золотого теленка уже построили Мишкан, значит, там год прошел, осветили его, запустили, потом мы пошли. То есть, ну, вот какое-то время прошло. Так вот, тогда, после истории с золотым теленком, было выделено колено Леви. Из всех колен Израиля колено Леви получило особые полномочия стоять в центре лагеря, вокруг Мишкана, лагерь колено Леви, и заниматься работой в Мишкане. Особые выделенные полномочия. И обратите внимание, что в тот момент Корох был не против. Вы меня назначает, ну, вы, он, Кадош Баругу, назначает нас левитами. Мы будем делать то-то и то-то, мы вот такие выделенные люди. Очень хорошо, я согласен, никаких проблем. Проходит некоторое время, и Корох видит, что да, конечно, колено Леви выделено, но в колене Леви есть еще семья Аарона, и это Куаним. И Аарон одевается в совершенно особенной одежде из восьми предметов. Значит, и все Куаним одеваются в одежде, там, из четырех специальных предметов. А Леви они как-то так попроще. То есть возникает некая следующая выделенность, выделенность семьи Куана. И вот это для Короха уже обидно. А почему он? А почему не я? Потому что мы тоже из колена Леви. Да, конечно, Маше и Аарон, сыновья Амрама. А я, между прочим, тоже их двоюродный брат, так сказать, вот Киат, брат Амрама. Да, то есть все как-то вполне близко. Почему этих выделили, а меня не выделили? Обидно. И выдвигается тезис. Все выделенные. Я обращаю ваше внимание на множественное число. Вся община, все выделенные во множественном числе. Община клави Сраэль действительно выделена. Только если мы откроем книгу «Шмот», то там написано, что Израиль – выделенный народ в единственном числе. И вот этот вот тезис Всевышнего, он способствует единению Израиля в единый социальный организм. В единственном числе. А тезис Короха способствует разобщению. И это очень хорошо сочетается с главным жизненным принципом, что эгоизм, чем сильнее он проявляется, личное собственное эго, тем в большей степени оно ведет к атомизации общества, к разобщению людей друг от друга. И в той мере, в которой человек свое собственное эго, оно очевидно врожденное качество, но в той мере, в которой человек его может обуздать, управлять, сократить и уменьшить, в этой мере он становится членом общности, членом общины, членом народа. В той мере, в которой эго возобладает, человек становится индивидуальным, человек становится собственным, выделенным, особым и атомизированным, не включенным в общую жизнь. И вот разница множественная, число единственное число. Наши мудрецы обсуждают два мидраша по этому поводу, по поводу бунта Кора. Это не текст Тора, так сказать, в лучшем случае устная Тора, но, так сказать, дает возможность понять, о чем идет речь. Значит, один мидраш говорит, что Кора подошел к Маше Рабейну и задал ему вопрос. Если дом полон свитков Торы, нужна ли на двери мезуза? Значит, вариант этого же мидраша. Если одежда вся покрашена в цвет тхелит, нужно ли на углах этой одежды делать кисти цицит и в каждую кисть вплетать одну ниточку тхелита, цвета тхелита? Значит, на эти вопросы Маше отвечает однозначно. Да, Всевышний так сказал, что даже если дом полон свитков Торы, все равно на двери должна быть мезуза. И то же самое про одежду. Даже если вся одежда выкрашена в цвет тхелит, все равно кисть и еще одна ниточка тхелита должны быть. Ну, в смысле, четыре кисти на четыре кисти. Как это понимать? Ну, дальше это не я придумал, это Минахель Мендович Нерсон, седьмой Любавич Стереда. Он говорит так, что, вот, к примеру, дом полный книг. Конечно, этот дом очевидно выделен. Вот он наполнен свитками Торы и понятно, что выделенность этого дома велика. Но, тем не менее, мезуза, которая находится на притолоке, на косяке двери, обладает своей особой, присущей только ей выделенностью. И выделенность мезуза состоит в том, что ее местоположение таково, что она направлена и внутрь дома, и наружу дома. Мы с вами обсуждали, если вы помните, когда речь шла о книге Шмот, о том, что вот этот вот знак кровью на двери, это был знак для прохожих, проходящих мимо. Идут люди мимо, да, и видят на двери кровяное пятно. Знак «Здесь живут евреи». Так вот, мезуза – это такой знак, соединяющий внутренность дома с внешним миром. Иначе может получиться так, что да, внутри дома присутствует выделенность к душам, все замечательно, но к внешнему миру эта выделенность не имеет абсолютно никакого отношения. И жизнь за дверями дома идет своим чередом, а жизнь в доме идет своим чередом. Ну и то же самое про Тхелет на одежде. И это очень похоже на лозунг, который выдвинул Моисей Мендельсон, вторая половина XVIII века, Германия. Он выдвинул замечательный тезис. «Быть евреем дома и человеком на улице». Вообще, меня лично в этой фразе коробит ее отрицание. Потому что если быть евреем дома и человеком на улице, из этого явно логическое следствие, что еврей не человек. Или не совсем человек. Быть евреем дома и человеком на улице. В чем смысл вот этой вот фразы Мендельсона? А не нужно выпендриваться. Вот вешать на дверь мизузу не надо. Носить цицит не надо. Носить пейсы там и бороду не надо. Все ходят с бритыми лицами. Ну, вторая половина XVIII века бриться было уже принято. Вот значит, надо бриться. У всех дома как дома, значит, замечательно. Все едят свинину, и ты ешь свинину. То есть, все должно быть как у всех. А то, что ты при этом дома еще открыл все дуры, прочел какую-то молитву, вот ты еврей в доме, у себя, внутри. И при этом ты человек, ты немец на улице. Ты никого не раздражаешь, ты не раздражаешь своих соседей. Ты живешь как все. И из этой фразы, между прочим, мне лично самому приходилось несколько раз за границей, кстати, в той же Германии, выступая в разных еврейских общинах, мне приходилось слышать такой тезис. Это явное следствие, что Всевышний должен быть не в каких-то внешних проявлениях, а Всевышний должен быть в сердце. Вот такой специальный сердечный бог. Мне очень понравилась фраза одного современного раввина. Сердечный бог – это ужасно неудобно. Гораздо лучше карманный. Понадобилось, вынул из кармана, нужда прекратилась, убрал обратно в карман, и он тебе не мешает, и ты ему не мешаешь. Очень хорошо. Это опять идет разговор о том, что не нужны внешние проявления типа там, я не знаю, мезуза, цицит, соблюдение шабата, кашрута и чего-то еще. И отсутствие вот этих якобы, да, в кавычках, внешних проявлений, а на самом деле выполнения заповеди, отсутствие исполнения заповедей – это прямая дорога к уничтожению еврейства и к ассимиляции. И теперь я хочу к этой проблеме подойти с другой стороны. Давайте вернемся в книгу «Берешит». Недельный раздел в Аеце. Яков бежит от Эсава, из семьи, и в Бейтеле он заночевал. Некое особенное место. Еще тогда того Бейтеля не было, было просто некое место, где ему пришлось заночевать. И он видит пророческий сон. Первое пророчество, которое получено Якову. То есть после этого Всевышний будет с ним общаться непосредственно, и Яков будет посылать малахов, в плохом переводе ангелов, посланцев Всевышним. То есть Яков будет вообще, так сказать, общаться с трансцендентной такой реальностью очень легко. Но вот здесь, в разделе в Аеце, он первый раз увидит пророческий сон. И видел сон, и вот лестница установлена к земле, а вершина ее достигает небо, и вот малахи и лохим поднимаются и спускаются в нем. В нем, интересно отметить, в нем это в Якове, вот там у него малахи и лохим поднимаются. Но я сейчас не об этом и не о всех аспектах этого сна, это безумно интересная тема, но она к делу не относится. А я о лестнице. Вот эта лестница в сне Якова, по мнению рядом мудрецов, это принцип иерархии. Ступеньки лестницы. Это принцип иерархии, что в нашем мире не бывает ничего одноуровневого, что в нашем мире все, что бы ни было, начиная от строения Вселенной. Вот Земля, Солнечная система, галактика, метагалактика, имеются какие-то иерархические ступени. Или наоборот, если мы спускаемся в микромир, там тоже молекулы, атомы, там все что-то такое. Это, разумеется, в Торе насчет атомов и молекул мало что говорится, но вот этот вот принцип иерархии построения любой целостности, вот он декларирован в сне Якова. И дальше этот принцип реализуется в разных ситуациях. Ну, например, значит, в ситуации чисто вот географически-геометрической есть весь мир. Ну, тогда еще не очень говорилось о том, что Земля – шар, но неважно. Вся Айкумена, вся обитаемая Земля, но в ней выделено особое место – страна Израиля. А в стране Израиля выделено особое место – Иерусалим. А в Иерусалиме особое место – гора моря. А на горе моря дворы храма – это более выделенное место. Сам храм – это еще более выделенное место. Кодыш Кадашим, вот дальняя внутренняя часть храма – это еще более выделенное место. Ну и, наконец, это речь идет о первом храме, промежуток между кругами на крышке ковчега, наиболее выделенная точка из всего географического континула. И то же самое, если говорить о иерархии человечества. Есть все человечество, которое заслуживает внимания, которое важно, ценно и все такое. Но внутри человечества выделен по каким-то критериям, непонятным, но выделен народ Израиля. А внутри народа Израиля выделено одно из двенадцати колен, колена Леви. А внутри колена Леви выделена одна семья и ее потомки. Но среди этих потомков семьи Аарона всегда выделяется еще один из всех Коаним, выделяется главный Коэн, Коэна Гадоль. И вот образуется некая иерархия. Это не значит, что кто-то лучше, кто-то хуже. Дальше мы еще поговорим о том, как эта иерархия устроена, чтобы не превратиться, чтобы иерархия не стала олигархией. Вот на эту тему Тора очень четко все прописал. А дальше очень интересно. Приходит эпоха христианства, не к ночи будь помянут, и выдвигается тезис, на чем, так сказать, христианство завоевало умы многих в человечестве. На то, что несть Эллина и несть Иудея. Все равны. Все абсолютно вот, как это, брат мой во Христе. Все равны. И вот такое всеобщее равенство и братство. Сейчас. Насчет всеобщего равенства. Ну, если говорить о католической конфессии, христианство тоже бывает разное, то для них есть все человечество. Дальше во всем человечестве есть христиане-католики, вот те, которые, значит, выделены по своим критериям. Но среди этих христиан выделена определенная касса священников. Причем это выделение настолько резкое, что, например, до 1949 года, восклицательный знак, простой христианин не мог читать Библию свою собственную. Вот. Христианскую Библию он читать не имел права до 1949 года. А лет за 200 до 1949 года за чтение Библии можно было отправиться на костер. Библию имели право читать только священники и никто другой. То есть это такое серьезное выделение. Дальше там есть особая группа монахов, ушедших от мира и занимающихся чем-то своим. Но над священниками стоят епископы, а над епископами стоят кардиналы, а над кардиналами стоит Папа Римский. Короче, объявив всеобщее равенство, они пришли к иерархии. Никуда не делись. Я обращаю ваше внимание на книгу Орлова «Скотный двор». Кто не читал случайно, непременно прочитайте. Книга, которую нужно вообще знать и конспектировать. Там общий принцип революции. Революция происходит на «Скотном дворе». Первый этап. Объявляется всеобщее равенство всех зверей, а все люди, которые этому противодействуют, изгоняются. И вот всеобщее равенство зверей. А дальше все звери равны, но свиньи равнее других. И возникает иерархия внутри «Скотного двора». При этом эта иерархия сугубо экономическая. Так сказать, всякая вкусная еда по звериным понятиям, она в первую очередь предназначена для свиньи. А уж никак не для всех остальных. Обращаю ваше внимание на то, как Тора борется с превращением иерархии в олигархию. Вот при выделении Леви, а также Куанин, им запрещено Торой заниматься экономической деятельностью. Они не получают земельного надела в Израиле. Точка. Вот вы выделены для служения в Бейтамикдаше, в храме, вот и служите. Нет у вас ни поля, ни сада, ни виноградника, ничего-ничего нет. С чего будете жить? А вот все колена соберут десятину, и эту десятину отдадут колену Леви. А колена Леви из этой десятины выделят десятину для Куэн. И, так сказать, жизнь при этом была не очень такая жирная. То есть выделенная колена и выделенная семья вовсе не превращались в олигархов. Причем вот это вот самое деление десятины, это была такая серьезная вещь. Например, в эпоху второго храма Куэнов стало много, и все вместе они работать в храме уже не могли. Так все Куэны были разделены на 24 очереди и работали в храме по две недели в году. Значит, вот Куэны в первой очереди работали две недели. Прошло две недели, по домам следующие приходят. Понятно, что, соответственно, и делился весь их доход. А их доход это была вот десятина от десятины и кусочки от жертвенных животных. Там, значит, когда Куэн резал, делал зарезание шламим, то ему полагался кусочек мяса, там плечо и челюсть с языком от этого животного. Это был доход Куэна. Но этот доход он мог получать две недели в году. Все остальное время он дома, его не призывают на работу в храм. Поэтому, так сказать, превратиться в олигарха Куэн не мог. Вопрос, а как же так насчет одежд первосвященника, там золото драгоценное, камни. Все замечательно. Только они не являлись его собственностью. И откуда мы это учим? Смерть Аарона. Когда Аарон умирает, то его одежды переходят Элязару, следующему первосвященнику. Так сказать, это не частная собственность. Это собственность народа Израиля, собственность храма. Поэтому выделенность левитов и Куэнов в соответствии с законами Торы не могла перейти в олигархию. Там не могло произойти сращивание богатства и сращивание выделенности духовной. То есть миллионерами они стать не могли, работать могли. Так, значит, ну я немножечко ушел от заголовка. Так вот, первое, что я хочу сказать, что лозунг равенства в Великой Французской революции в еврейском понимании требует серьезного комментария. То есть, да, скажем, равенство перед законом. Разумеется, если Леви нарушил какую-то заповедь, то судить его будут так же, как простого еврея. Один закон для всех и один суд для всех. В этом смысле равенство. Но в смысле отношения, скажем, к храмовой службе и в ряде других ситуаций равенства нет и быть не может. И, собственно, это отсутствие равенства в нашем современном обществе, оно проявляется в самых разных аспектах. Ну, например, в научном сообществе сначала человек учится, он студент, он бакалавр, он магистр, он защищает диссертацию, он становится доктором. Потом он, значит, входит в какой-то ученый совет, его избирают членом академии. То есть, идет определенная иерархия, которая определяется не тем, что он родился, так сказать, в семье графа, и поэтому ему надлежит быть графом. А эта иерархия определяется его способностями, его научным талантом, результатами его научной деятельности. Или, скажем, в армии. Понятно, что есть рядовой, есть офицер, есть генерал, есть главнокомандующий. Но человек, который становится генералом, это его военное дарование, это его опыт, это проявленные им качества в ряде-ряде ситуаций, в ряде войны, в мирной жизни и так далее, и так далее. Это иерархия. И по такой иерархии функционирует человеческое общество. И Израиль в том числе. Ну, значит, вот либерте, свобода, она тоже, мы ее понимаем не совсем так, как понимали ее деятели Великой Французской революции. Потому что свобода, в нашем понимании, это не вседозволенность, а свобода – это наш свободный выбор. И, так сказать, свобода выбора есть всегда, но, так сказать, вот, когда книга «Дворим» говорит, смотри, я положил перед тобой у жизни смерть, выбери жизнь. Наш свободный выбор – идти в соответствии с указаниями Всевышнего. И в этом смысле человек свободен. Если человек поступает в соответствии со своим эго, то он оказывается рабом. Но он оказывается рабом своего эго и всех превходящих обстоятельств. Ну, где-то вот так. Значит, на этом 2014 я бы передал слово Нехаме. Какие есть вопросы? Народ, во-первых, вопросы. Во-вторых, Нехамам, мы можем задать несколько вопросов, либо ты хочешь сразу прямо продолжить? Нет времени, я говорю. Мы тебя не слышим, включи, плиз. Включи, да. Ты выключила снова, ты два раза нажала. Если доктор Ленин готов, то убери демонстрацию. Да, 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 да. Мы можем задать сейчас вопросы, мы можем задать вопросы, либо ты спешишь и нет времени. Вот в чем. Да, я бы предпочла сейчас, но вопрос, я ответ еще раз. Если доктор Ленин готов остаться до конца, тогда вопрос может относиться к обоим, к одному из нас, или поставить какую-то проблему, на которую он может ответить. Потому что тема… У нас сейчас есть пять минут для вопросов. Я высказала свое мнение, ты меня спросила. Я бы оставила на конец, чтобы вопросы могли отвечать мы оба сразу. Хорошо, пожалуйста. Я никуда не делаю. Дело в том, что я еще раз объясню, почему. Потому что тема наша, безусловно, пересекается. Это как бы я и предполагала. Потому что глава, она целиком фактически посвящена одной и той же теме, и которой можно на эти вещи смотреть с разных углов. И, безусловно, я согласна, там, 90% того, что говорил доктор Ленин, тем не менее, мой взгляд, он будет немножко другой, другого угла. И по некоторым вопросам я с ним расскажусь. И это нормально, потому что наше занятие называется «70 лет», что можно видеть вещи по-разному. И, видимо, я начну, поскольку доктор Ленин в большую часть почти до самого конца посвятил вопросу равенства и невозможности равенства в этом мире, что люди, в общем, по природе обязаны существовать иерархия. Я просто хотела высказать некоторое несогласие небольшое с этим. В принципе, конечно, мы живем в мире, в котором на сегодняшний день равенства невозможно реализовать. И, как мы это видели, действительно, из доказательств и примеров, которые доктор Ленин приводил. Тем не менее, возьмем несколько примеров. Например, известный Медраж про то, как Всевышний уменьшил Луну. В книге Берешит в первой главе сказано, что Бог сказал, что создадим два светила большие, а в результате создал светило большое, светило маленькое. И за это сразу зацепляется глаз мудреца и говорит, как это может быть, на самом деле, во всей первой главе мы видим различие между планированием и реализацией. И во всей первой главе это имеет глубокий смысл. В основном смысл он в том, что Всевышний не создал мир совершенным, а оставил человеку довести его до совершенства. И в частности, применение вот к этому отрывку, когда запланировано было, как идеал, два светила великие, два светила большие, а реализация произошла, одно большое, другое маленькое. И на этом фоне строится Медраж, в котором пересказывается как бы диалог Всевышнего с Луной. Приходит Луна и говорит разумные вещи. Не могут два царя работать под одной короной. Не может быть два начальника у какого-то предприятия. Хотя на самом деле мы видели такие вещи у Ишиба. Очень часто бывает два начальника временами. И вообще бывает у предприятий совместные, в которых есть два начальника. Но как бы это основная мысль, конечно, такая, что должен кто-то принимать решение. А если у нас есть разногласия, что будет? Должен быть у мира один начальник, который управляет временами, годами и всеми делами. Длинный очень диалог, конечно, здесь не место его приводить. Бог предлагает Луне всякие различные компенсации, на что она все время говорит, что это недостаточно. Все равно это сильное унижение. Это сильный ущерб для мира, в котором не будет равенства. И тогда Бог ей говорит, ладно, тогда вот сыновья Израиля будут за меня, за меня приносить жертву. Это единственное место такое в Таре, когда говорится о жертвах, что жертвы будут привезти за Бога. Хатат за то, что я новомесячий. Когда Луна маленькая, самая маленькая. Они за меня будут приносить жертву, за то, что я уменьшил Луну. Это ущерб для мира, я понимаю. Он требует искупления, это Бог говорит, он требует искупления. Народ Израиля работает над этим. Он приносит жертву, он в этой жертве как бы признает, что в мире есть непорядок, есть неравенство, и мы работаем над этим. Но работа у нас идет как раз, как говорил, извините, Ленин, прежде чем объединиться, надо прежде всего разбежеваться. То есть было создано как раз разделение между народом Израиля и другими народами для того, чтобы каким-то образом народ Израиля привел весь мир в ситуацию равенства. И об этом говорят пророки. Например, пророк Хабапук описывает это так. Ибо наполнится земля знанием славы Господней, как воды покрывают море. Здесь не идет речь о том, кто будет руководить предприятие. Здесь идет речь о том, что перед Всевышним будет равенство. У каждого человека будет право собственного контакта, собственного понимания, собственной доли во Всевышнем. Все это знание, оно не будет, никакой иерархии в ней уже не будет. На самом деле то, о чем идет речь как раз в нашем разделе, есть у нас, во всяком случае, часть из восставших, они выстают против иерархии в области служения. Ну и еще одну цитату я тогда уже приведу, сейчас открою ее, может быть, прямо из-за шея. У всем известны цитаты, которые описывают, когда же это будет, это равенство может реализоваться. Давайте все-таки поставим его на... И выйдет отросток из ствола и шая. Видно, да? И даст плоды побегу от корней его, если зайдет на него дух Господень, дух мудрости и понимания. О чем он говорит? О конце времен, когда мы придет... Кто этот отросток из ствола и шая? Это Машер, да? И исполнит его духом боязни Господа, и не по взгляду глаз своих будет судить, а не по слуху ушей своих будет он решать дела, но будет по правде судить. Это этапы продвижения мессианских времен. И так далее. Будем все-таки перескачем, и волк будет жить рядом с арминцем, и леопард будет лежать с козленком. Это пророчество о конце времен и так далее. Это очень насыщенное пророчество. Его все прочесть нельзя. Разобрать нет возможности сейчас. Не буду делать зла, и не буду губить на всей моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Господа, как полно море водами. Это перекликается уже с Савакуком тоже, который говорит, когда пророк Исаиен Ишаял предсказывает возможность реализации равенства в будущих временах. Равенство перед Всевышним реализуется когда-нибудь, но к этому у нас ведет какой-то длинный путь. Так что, в принципе, на самом деле, конечно, я не очень в этом расхожусь с доктором Леницем, но мне очень важно было добавить, что на самом деле идеалом все-таки является равенство людей перед Богом. Следующим пунктом я хотела привести мидраж мудрецов, которые говорят о разногласиях ради небес, то есть разногласия искренним, идеологическим, которые действительно люди расходятся не по каким-то внутренним проблемам, не из-за эгоизма, не из стремления как-то доказать, что-то получить или что-то доказать, или над кем-то торжествовать или кем-то главным. То есть это разногласия ради небес, так называют мудрецы. Есть разногласия ради небес, приводится в пример разногласия Гелелия и Шамая, это известно, и разногласия, что не ради небес, это бунт в корах. И это не случайно, что нашим мудрецам потребовалось это отдельно отметить, что вот в корах вся его команда, разногласия их с Муше были не святого характера, не ради истины. И на самом деле мы могли бы спросить, но это как бы ясно, их же всех наказали. Все бывает на свете. Иногда люди могут быть искренними, тем не менее, получить наказание за свои искренние ошибки, когда их, например, бунт мог бы привести к какому-то тотальным последствиям. Даже если они искренними. Поэтому мудрецы наши, они все-таки настаивают на том, что это разногласие было не искренне, не ради небес. И вообще говоря, действительно, мы могли бы подумать, что люди эти искренние, поскольку вот в этом высказывании, которое они приводят в начале нашей главы, с чем они, собственно, приходят к Моисею, и они сказали, полно ведь вся община, все святые, и среди них Господь. Это все вполне, это так трогает душу каждого человека. Все люди равны рождению. Все люди произошли от Адама, все евреи были на горе Синай. Среди нас есть Господь. Зачем тут нужны какие-то иерархии имени в служении? Зачем? И, по-видимому, очень много, как мы видим, из дальнейшего развития главы, которые мы сейчас, наверное, разбирать не будем, все-таки многие люди их поддержали, не просто так, они пришли, несколько человек. Это, кажется, искренне. Больше того, скажем, кто эти 250 мужей? Тут есть некоторое разночтение. Вначале, как говорил доктор Ленинс, возникает ощущение, что это начальники общины, что это главы колен и так далее. Но потом, может быть, это некоторые раздвоения текста, что мы можем понять так сначала, а потом оказываться по-другому. Или здесь есть две разных истории. Так или иначе, когда дальше мы слышим, что отвечает им Моше, он им говорит, полно вам сыны Леви. То есть возникает удозрение, что эти важные люди, все они из колена Леви. не только, что это не другие колена, а что, скорее всего, такая другая трактовка, не такая, как казалось бы сначала, что тут участвовал Корох, и тут участвовали другие люди из колена Леви, 250 человек этих. А кроме того, был еще Датана Эвера, и он Бен Пеллет, к которому мы еще вернемся. Вот насчет этих 250 человек, мы тоже могли бы сказать, они искренне хотели приблизиться к Всевышнему. Они искренне хотели быть на более высокой ступени. Как когда-то, так сказать, мы говорили о сыновьях Аароны, которые погибли. И там тоже есть разные мнения. Действительно, они искренне хотели, или они стремились возвыситься над Машей Аароной. И, например, нацизм из Воложина, он в своем комментарии к этому месту, он говорит, что они были, эти 250 человек, все дружио стремились к радости. И до такой степени, что они уже знали из той истории смерти сыновей Аароны, что опасно посторонним заниматься этим воскурением. И тем не менее, они готовы были пожертвовать своей жизнью, но пойти на это, если у них есть возможность приблизиться к святости. Тем не менее, тем не менее, здесь тоже есть проблема. И здесь есть проблема, поскольку во всех таких вот действиях, и в их действиях, и в действиях сыновей Аароны всегда есть некоторая сомнительная часть. С одной стороны, человек стремится больше святости, возвыситься и так далее, а с другой стороны, он стремится возвыситься. Он стремится возвыситься над другими. И уже в этих вот левитов, или это даже были не левиты, не так уж важно сейчас, мы находим сильное противоречие с основным тезисом, который выдвигает эта группа перед мужем. На самом деле, я хотела тут тоже разойтись с доктором Леницем по поводу того в Айках Кораха. Что взял Корах? Что он взял? Он сколотил группу. Он сколотил группу из разных, взял, собрал из разных групп интересов, людей, у которых были свои интересы. Тут были сыновья Ровена, которые, возможно, им не нравилось, что Муше стоит во главе, когда Ровен, это первенец Израиля. У них были свои претензии. Тут был Корах, который хотел так же возвыситься, как Аарон. и тут были Датана и Брама, которые были вообще... И тут был еще Огбен Беллетт, который вообще исчез, как мы видели. Есть у нас, конечно, мидраж, что Огбен Беллетт, он не пошел, потому что его жена дворил. Длинная такой, длинная интересная история, в которой сейчас подробностях не будем мы разбирать. Но вообще говоря, про это ничего нет в Писании. Он просто исчез. Он сначала был, а потом исчез. И тут мы видим действительно противоречность, что они все пришли под одним и том же лозунгом «раб, но биби». Извините, только не Муше. Только не Муше, кто угодно. Почему это Муше взяли себе, и Орот взяли себе всю власть? Все остальные у каждого были свои какие-то идеи, свои какие-то претензии. И они объединились все под одним лозунгом, что только не Муше. И вот они все вместе собрались. И это вот веках коров. Он взял их вместе. Но поскольку единственный лозунг, который их объединял, что все равны, моментально оказывается противоречие. И это, видимо, является индикацией того, что они не были искренними, что все они, кто входили в эти группы, не работали ради небес. Во-первых, мы видим эти 250 человек. Будь они левиты или будь они не левиты. Если они пришли с лозунгом «все равны», почему они так легко идут в эту ловушку, которую Муше им предложил? Вы хотите стать хуэнами, священниками? «Давайте устроим соревнования между вами и Ароной, кого выверет Всевышний». То есть они тут же отошли от своей идеи равенства. Моментально она испарилась. Или они с ней никогда не были согласны. Или они под прикрытием идеи равенства все-таки хотели добиться для себя чего-то. то есть это вот неискренность проявляется сразу. И нам понятно, что они действовали не ради небес. То же самое и коров. И на самом деле вот это вот их прокол, он виден сразу, еще до того, как они получили свое наказание. То есть они должны были сказать, нам не нужны эти совки, пускай весь народ возьмет эти совки, пускай все одновременно служат. Они этого не сказали. Они сразу выяснили, что они вовсе не заранятся. А потом, если мы дальше почитаем о претензиях на Дата Невера, мы увидим, что у них вообще другие претензии. Они вовсе не собираются, у них нет претензий к коэнству, они вообще не говорят о службе Всевышнему. Они ему говорят, Муше, они тоже мы могли бы, может быть, подумать, что здесь есть какая-то истина в их словах. На самом деле, конечно, если хопнуть поглубже, понятно, что все это демагогия, то, что они говорят. Он говорит, что они ему отвечают. Они сказали, и послал Муше призвать Датана и Аверама, сына Ильява, но они сказали, не пойдем. Они еще, так сказать, они против, но они такую устраивают демонстративную. Пускай он сам к нам приходит. Кто он такой вообще, Муше? Разве мало того, что вывел нас из земли текущим молоком и медом, там у нас было хорошо, чтобы уморить нас в пустыне, что ты еще и властрить хочешь над нами. Ты не выпил дни у своих предвыборных обещаний, ты все делал не так, ты задержался на горе свина, из-за тебя сделали тельца. Это я так. представим себе дискуссию в Фейсбуке, например. Да, а вот еще он, например, зачем ты послал разведчиков? Зачем послал разведчиков? Вот из-за этих, из-за того, что ты их послал, они потом, так сказать, жалобились на землю Израиля, и за это мы в нее не вошли. В общем, у тебя совершенно провальное руководство. И его надо сменить. Это то, что они говорят. Их претензии исключительно материального характера. Нам было хорошо в Египте, там у нас было текущее молоко и медом. Что это там был за мед? Кстати, это интересно. Тот же это был мед, который в земле Израиля или не такой? Потому что, возможно, там был мед. Ну, это вопрос. Вообще, все, так сказать, вся их ностальгия по Египту, она, в общем, насколько она оправдана или не оправдана, тем не менее, у них такие вот претензии. И этим претензиям на самом деле вообще они и так не связаны с вопросом равенства, который вынесен был в заголовок. И как они очутили свои компании, потому что они интересантны. Это нам становится ясно. И в результате, когда приходит наказание, то те люди, которые как бы стремились к святости, они получают наказание от огня. Те люди, у которых для материальной претензии их поглощает земля. И таким образом получается, как мне кажется, что вожди пользуются стремлением народа к духовности и к материальному благополучию и к равенству. А на самом деле каждый из них пытается достичь каких-то своих личных целей. И вот теперь у нас есть единственный участник этого странного союза, который у нас никак не был наказан. Он не появился перед Машей, к нему не предъявлялся никаких претензий. И иногда я думаю, что вот этот вот, он Бен Пеллет, если не идти за медрошок прямо, что он был единственный человек, который действительно волновал вопрос радости. Такой анархист, который считал действительно, что все равны. И когда он увидел, что все остальные у них другие интересы, он просто отказался и сказал, нет, я с вами, не с вами. И не по дороге. Это вот, что касается начала этого раздела. Еще хочу несколько слов сказать про конец этого раздела, в котором у нас переводятся законы, относящиеся к священникам Каэнам и левитам. И там у нас еще раз подчеркивается, хотя левиты были отделены раньше, о том, что левиты обязаны служить служить в храме. Такова Галахан. Если мы посмотрим Маймониды, чтобы не заниматься длинными вопросами, как это выводится из нашей головы, он приводит Маймониды в своих законах храма, приводит обязанности левитов. И там он говорит о том, что это не то, что у них есть право служить в храме, помогать. они это обязаны. И за это им полагается зарплата. То есть на самом деле вовсе не сладкая доля у левитов. Они как воробьи, они не могут заниматься чем другим. Они обязаны оказывать помощь в храме куэном. И больше того, нам известно уже из этой истории, что левиты не могут претендовать на ту часть работы, которая отдана куэном. Но больше того, по Галахе оказывается, что левит, который выполняет одну какую-то работу в храме, например, он поет или играет, не может выполнять никакой другой работы. Он не может пойти помочь даже человеку там отворять ворота. Поскольку отворять ворота это работа другого левитя. То есть на самом деле здесь очень интересная возникает ситуация. И она прослеживается естественно со сногласиями, которые есть у мудрецов и в области Коэн. То есть есть такое мнение в Галахе, что Коэн тоже не может делать работу левитя. Может быть, там наказания у него за это нету, но тем не менее ему запрещено. И есть еще более интересное мнение, которое Майманит высказывает уже в Майманит 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 что вот то деление на смены, о котором рассказывал доктор Линец, что когда у каждой семьи Коэнов, священников, есть свои две недели службы в году, оно тоже устроено так, что человек может служить только своей сменой и не должен Коэн не должен и ему нельзя смешиваться с другой сменой. Но это уточнение, которое не совсем адекватно тому, что Майманит пишет в логических своих сочинениях. Тем не менее, в отличие от Коэнов на самом деле в том, что они нет, я не совсем правильно сказала. Насчет смены тоже верно, но главное, что в храме установили жеребьевку в начале дня, при которой каждый Коэн получал какую-то должность. Например, кто-то будет зарезать жертву, кто-то будет убирать угли с жертвенника, кто-то должен переносить туда жертву и так далее. Много различных работ отдельных есть в храме и по каждой из этих работ устраивали с утра живьем. Какой Коэн что будет делать? И вот в этом тоже один Коэн не должен вмешиваться в работу другого. Вот об этом говорит как раз Майманит в Муренову Хим. То есть на самом деле по-видимому хочет подчеркнуть, что в служении Всевышнему есть различные очень части. И у каждого человека вот здесь, у каждого Левита, у каждого Коэна даже, у него есть там своя часть. И он должен выполнять только ее, а не чужую. Может быть это намек, мне кажется, но вообще наши функции в этой жизни, когда мы рождаемся, он от Всевышнего от нас хочет чего-то. У нас есть определенные функции у каждого из нас. Нам не сообщили, нам не ставили метки. Мы не знаем точно, чему нам надо учиться и где работать, с кого ходить замуж, каких детей рожать. Тем не менее... Красиво. А? Детей рожать красиво. Да. Тем не менее, человек должен понимать, что у Всевышнего есть определенный план. Он дал ему определенную роль. И надо стараться как можно лучше выполнить ту роль, которую человек, который Всевышний наложил на меня, каждого из человек. И может быть, это приливает некоторый свет также на вопрос равенства. даже когда мы достигнем возможно этого идеала, когда у всех будет равная доля во Всевышнем, одинаковая связь, никто не будет указывать другому, как правильно понимать, как нужно учиться. Один не будет учить другого, как говорят наши мудрецы, тем не тогда у каждого будет свое место. не чужое. Своя судьба, своя миссия. Это то, что я хотела добавить, но конечно ворота комментариев не закрыты, как всегда говорят нам известные высказывания мудрецов, что ворота комментариев не закрыты, каждый может добавить, увидеть по-своему это. Спасибо. Я забыла, это всегда так было. Пожалуйста, вопрос. У нас есть немного времени для того, чтобы ответить на вопросы, вас еще их озвучить. У кого-то есть вопросы? Пока народ думает, чтобы не было тягостной паузы, скажем так, иногда возникающих в наших занятиях. Я бы хотел задать не то, что у меня в голове. На первый взгляд, даже в таком беглом чтении, странно, если мы идем по теме демагогии, что значит демагогия, но подтасовка, правильно, использование чего-то, для чего-то. Демагогия это когда ты говоришь совершенно верные факты, но под таким углом, что они оказываются неверные. Окей. Мне так кажется. Да, окей. Они сказали все верно, они ничего не сказали не право. Секунду, секунду, я хочу только озвучить до конца и дальше выезжать сразу непонятно. Казалось бы, то, что представляется на народное обсуждение, но явно страдает логикой. С одной стороны, самая сильная тема короха он основывается на том, что все стояли в горы Сина. Более того, сам Всевышний определяя задачи, в каком-то смысле статус народа, он говорит, мапу нахит куаним, выгой кадош. Слово куаним там есть. Окей, то есть это самое сильное. Ну дальше, а после этого, после этого, его как бы основываясь на этом, его логику, он делает вывод, он говорит, ну хорошо, а почему тогда избрали других? Зачем тогда вообще должно быть избрание? Есть ты говорить, почему избрали Моше, а не меня, а это одно. Есть ты говорить, что вообще не надо избрания, это другое. и вот это как бы и это прежде всего, да, и вот это как бы, и то, что он повелся сразу на то, что Моше, сделал проверку. Передачу по проверку, мне тоже, мне кажется, я Ханан Парата прочитал, такую очень короткую, примечательную вещь. У меня даже этот параграф назывался очень красиво. Он назывался так, теруцим ла теруцим энли. Знаете, на иврике есть такое слово очень хорошее, называется теруцим. Вот есть махлоки, есть теруцим. Теруцим это что-то типа такое отговорки, ну, что-то типа этого, то есть человек что-то такое придумывает, теруцим отговорки, и там такое рассказывается, приводится история Рабихайму из Бриска, видимо, это уже такое время, наверное, было, я так себе представляю, когда возникают люди, у которых возникали всякие сомнения. Они к нему пришли и, значит, говорят, вот у нас есть штреку шьет. У нас есть такие две проблемы. А не может ли ты нам ответить? Он, по-видимому, сразу просек, о чем идет речь, либо люди были как бы известны, типа короха. И тогда он ответил такую очень потрясную, он им сказал, если у вас есть кушьет, то я постараюсь дать ему ответ. Если у вас теруцим, то теруцим на теруцим у меня нету. Невозможно человеку дать теруцим на теруцим, отговорки на отговорки нет. И это, по-видимому, показывает нам, почему Моше повел себя нелогично. Он, по-видимому, все, что сейчас говорил доктор Винни, все, что говорил Нехамов, вот он все должен был бы сказать. Сказать короху, послушай, ты поступаешь нелогично, ты демагог, у тебя это, ну как бы сейчас, у нас сказали, что ты говоришь вообще, снял бы с него все его лживые покровы. И все бы увидели. Он вместо этого совершенно другую вещь. Он говорит, давайте совки несите, сейчас мы проверщик устроим. А как это вообще, как бы, не связано с чем коротко, ты вообще ни про какие совки не говорил. Да? И вот это, по-видимому, по-видимому, это ложится на эту конгу о том, что теруцим и теруцим нет. Когда человек к тебе приходит, и ты понимаешь, что это на самом деле теруц, отговорка для того, чтобы достигнуть совсем другое, бессмысленно с ним спорить, бессмысленно разговаривать. Поэтому мы просто сделаем тест, и все дальше будет не видно. Ну, вот это как бы то, что я хотел. Ну, на самом деле, между нами, говоря, поскольку его требования равенства выглядят совсем другим, нужно было как бы снять, разоблачить его, на самом деле, что он хочет чего-то другого. А иначе он как бы, оно выглядит... Ну, что это не сделал. В каком-то, да, в каком-то смысле. Он же это не сделал. Нет. А как ты его... Он говорит, мы хотим быть все равны. Никто не просил ни Савков, ни Кагенства, ничего. Мы же... Что он должен был сделать? Ну, давайте завтра, чтобы меня все будут равны. Да? Ну, так сказать... Он говорит, он же говорит, лама темит на сейн, почему вы так возноситесь? Мало того, что забрал власть, власть как бы политическую, но вы еще как бы берете власть священническую, но это вообще уже, что-то говорит просто семейство. Почему такое должно быть? Ну, правильно, да. Но на самом деле, как сказать, его основное требование вся община... Потому что у муше не было, у муше не было аргументов для того, чтобы победить. Тем более, что это был как вопрос личный, связанный именно с ним, с его семьей. Ты прав. Наверное, что-то типа этого, да? Ты прав. Но, кроме всего прочего, это... У меня были серьезные вопросы, у меня просто есть только вопрос, нет на него ответа. В количественном итоге этим же все не заканчивается, хотя, вроде бы, такие знаки и сгоревшие эти энтузиасты, и земля поглотила короха частью семьи, какие-то сыновья короха, как известно, по нашим медрошам не умерли. И все равно после этого народ не готов. Он говорит, вы вообще что-то творили, умертвили, тут куча народу. И после этого, после этого они делают другое совершенно соревнование. Совсем не такое. Они ставят без всяких смертей, ставят эти посохи разных колен, и расцветают под сахаром. Почему сразу нельзя было так вот расцветить, чтобы никто не умер? У меня нет на это ответа. Почему должны были здесь эти люди умереть? Для меня это сложно. Ну, и потом там Магифа и так далее, все не так просто. Может быть, здесь намек на то, что революция не обходится бескровно, я не знаю. Еще как бы один момент, да, вот вопрос о том, что действительно такая красивая цена от вопроса. Традиционная, все ее знают, да, Махлокитлэшэм Шамайэм, Вилоглэшэм Шамайэм. По имени Беша замечательный вопрос. Возникает некоторая как бы трудность, а как определить? Насколько я помню, есть такое выражение. Махлокитлэшэм Шамайэм, то есть богоугодный или правильный, честный, назвите как угодно, это тот, который Миткаем, тот, который осуществляется, результаты вот этой полемики, они выражаются в каком, они выражаются в дальнейшем продвижении, в прогрессе. А тот, который ломит Каем, который как бы заканчивается просто обсуждением и все, чистая дискуссия, не знаю, он не Лэшэм Шамайэм. Ну хорошо, а это как бы, а как определить? Я не думаю, это не критерий. Критерий, как мне кажется, здесь, он проявляется в самом разделе. Мы видим из простого смысла Писания, что они говорили не искренне, что они хотели одного, а прикрывались другими словами, и из-за этого мы делаем лучше Лэшэм Шамайэм. А то, что Гемера говорит, она просто делает заключение. Когда у нас был Махлотин Бэйшэм, Лэшэм Шамай, как Гелель Лэшэмэм, он остался, как сохранился, сохранил свою важность, например, а в других случаях это тонет в глубине веков, и мы вообще никакого смысла не имеем. Да? Ну, не ломит Каем, так называется. А это не критерий, потому что мы действительно не знаем, что будет там в каждом... Быти ават, быти ават, то есть по прошедшему времени это видно. А при Алтайме это совершенно непонятно. Вопрос о государстве Израиля. Совершенно не очевидно. Совершенно не очевидно. Есть в Танахе разные истории, например, история Еху, который действительно, ему это как бы поручили даже, уничтожить дом Ахава, израильского неправильного царя, и он это уничтожил. Но при этом, когда ты читаешь эти отрывки про ту революцию, которую он совершил, волосы на нем стоят. Сколько он народа там поубивал. Просто ужас, он потопил это все в крови. И тем не менее, получил молодец, Еху, молодец. А потом уже через много поколений пророк Амаз говорит, во-первых, там больше четырех поколений не было на троне Израиля, не удержалось. И почему не удержалось? Потому что на самом деле это не, как выяснилось, в конечном итоге это не лишен шаманин, потому что у него были свои амбиции, и он, конечно, там воевался, но по-просту, но недостаточно хорошо, и оно вернулось довольно быстро. То есть задним числом только выясняется, что он не был в порядке. И за это ему пророк Амаз потом очень сильно увлекает. Не важно. То есть это один из примеров в Танахе, когда действительно мы не знаем. Революция, такая революция, море крови, а может быть это по делу, действительно, иначе он боялся, что возродится дом Ахава, начнется. В тот момент кажется, что все нормально. Ну, хорошо, мы задали много вопросов, попытались найти какие-то ответы. Да, было два очень интересных выступления. Ну, хорошо, посмотрим. Мы посмотрим, я не выключаюсь на этом месте записи, как бы обращаясь к публике, которая служит на записи. Знаете, у нас количество людей, к сожалению, в общем, достаточно сократилось. Можно я ворвусь одной фразой? Да, пожалуйста. Вот мне бы хотелось услышать от тех наших патриотов-слушателей предложение по улучшению наших занятий. Окей. Да, это чем-то я тебе готов тебя обнадежить и сказать, что никто ничего говорит. Никто ничего не прочитает. Ну, окей, просто хочу сказать, что мы посмотрим, что нам как бы делать. Во всяком случае, эти занятия очень важные. Есть записи, люди смотрят, люди слушают, но мы посмотрим, каким образом действительно, может быть, изменить, может быть, сделать то, что называется, ну, видите, такое замечательное называется, взять некоторый перерыв, лето, окей, может быть, начать с массы брюшит, такая тема, да, творения мира, мы посмотрим, что делать дальше, окей, ну, во всяком случае, всем спасибо, спасибо замечательным лекторам, оставайтесь на нашем канале. Спасибо большое. Очень хорошее у вас занятие. Да, Лена, спасибо огромное. Спасибо, очень интересно. До свидания. Спасибо. Спасибо доброго. Спасибо.